Вот это да! Вот это сюрприз! Груша рухнула, не выдержала нагрузки огромного урожая и сломалась. Упала прямо на качели. Это груша чижовская, но она плодоносит хорошо ежегодно. В прошлом году был небольшой урожай, а так практически всегда очень хороший урожай. Чижовская выведена в Академии Тимирязева в Москве и берет свое начало от известной всем лесной красавицы. Позднелетнего созревания, очень вкусное, но, к сожалению, долго не хранится. В этом сезоне 2021 года, в принципе, все плодовые и ягодные кустарники принесли большой урожай, несмотря на то, что была практически засуха и небывалая жара в течение трех месяцев. Жара превзошла даже 2010 год, когда мы задыхались и не знали, куда спрятаться от солнца и от температуры. Очень много было яблок. Борьба продолжалась в течение месяца с летними сортами. Очень много было смородины черной, красной, белой, крыжовника, садовой земляники. В общем, несмотря на эту жару, все вызревало отлично. Жара много солнца, высокая температура. Распособствовали и созреванию большого урожая винограда. Вот я вам показываю сейчас, какие грозди. Это 20 августа, они уже практически готовы. Уже пробуют потихоньку некоторые тут у нас. Вот такие грозди получились. Это сорт Гуно. Он относится к столовым сортам винограда. Пригоден для употребления в свежем виде, приготовления вина, соков, компотов. Гроздь у него небольшая, до 300 граммов, наверное. Каждая ягода порядка 5 граммов, плотная. Сорт замечательен для разведения начинающими садоводами. Не только тем, что он морозоустойчивый, его можно не укрывать. Но у него отличная характеристика по температуре. Так называемый коэффициент сад. Сумма активных температур. Он созревает при величине сад 2200. Это как раз подходит для нашей полосы. Что такое сад? Это сумма активных температур в регионе, превышающих 10 градусов тепла. Вот как раз этот показатель важен для северных регионов нашей страны. Конечно, этот сорт для южных регионов может быть, кажется, смешно. Но для Подмосковья это один из лучших сортов для разведения. Его можно использовать и для озеленения беседок, навесов в саду. Он хорошо разрастается. За сезон лоза может вытянуться на 3-4 метра. Приходится ее прищипывать, укорачивать или проводить чеканку. Вот, посмотрите, какие листья огромные. Конечно, ему еще надо недельку дать удозревать. А затем можно приступить к сборке урожая. Субтитры создавал DimaTorzok